Давайте рекламная пауза, очень быстро расскажу. Пожалуйста, уважаемые друзья, подписывайтесь на наши каналы в инстаграме FreeKazaksOfficial, в ютубе Yerken Khazartar FreeKazaks, чат Telegram и в фейсбуке World Organization of FreeKazaks. Yerken Khazartar FreeKazaks, найдите, пожалуйста, в гугле и подписывайтесь к нам на чаты и на наши каналы. Итак, моя реплика была по поводу того, что наш народ готов ли или не готов на данный момент. Наша организация, мы ездили в Вашингтон, и здесь есть один центр, который занимается по изучению, анализу смены режимов, ненасильственным способом. И наша организация, мы когда были в Вашингтоне, мы выступали в Капитоле, Капитоле это своего рода парламент, и мы разговаривали с конгрессменами США, это казахстанские, можно сказать, министры своего рода, ранг, я имею в виду. Мы разговаривали с американскими конгрессменами, и мы им говорили, что в Казахстане творится. Скажу Вам честно, многие конгрессмены не знают, что такое Казахстан вообще, это раз. То есть за рубежом Казахстан практически никто не знает. Есть определенное количество людей, которые знают нас там по нашумевшему фильму, а по сути основная масса нас за рубежом вообще не знают. Вот, чтобы имели в виду, потому что некоторые люди думают, что там Назарбаев нас там прорекламировал, такого нет, основная масса нас никто не знает. Вот, и мы когда разговаривали с конгрессменами, мы им говорили, что творится в Казахстане, не знают, что творится в Казахстане, просто нет у них этой информации. И когда я был волонтером в 15-м году в консульсе Казахстана в Нью-Йорке, я там хотел помочь своей родине, как-то я был вначале волонтером около месяца, и мне попался один документ интересный, так как я волонтер, меня отправили в архив. И я там прочитал, что Назарбаев, я не помню, он около 230 или же 250 миллионов ежегодно тратит на Америку, чтобы здесь прославлять свое имя, рекламировать себя, типа он демократ, реформатор, такой хороший человек. Чтобы имели в виду, то есть очень много, вот даже вчера наши активисты с Вашингтона, они нам отправили видео, в Вашингтоне проводят встречу консульства Казахстана, и она провела званный ужин на 700 тысяч долларов. Это, друзья, наши с вами деньги, это наши с вами налоги, и Назарбаев проводил такие ужины за рубежом, дорогие, на 700 тысяч долларов. Позвал очень много артистов, там певцов, и он там рекламирует себя, что в Казахстане стабильно. Казахстан экономическая там держава, это тигры экономические в Центральной Азии, у нас там демократия, но это все ложь. Он тратит наши с вами деньги и рекламирует себя, что он за рубежом такой хороший, пушистый и такой беленький. Но это не так, мы это все знаем. И мы с конгрессменами разговаривали, и мы им говорили, мы их просили применить санкции, акт Магнитского, закон Магнитского против Назарбаева и против этой всей казахстанской власти, и против его семьи. И мы будем это дальше лоббировать, и мы будем над этим работать, чтобы полностью этот режим сменить. Итак, вот, по поводу данного центра по смене, неосредственная смена режима, нам в этом центре, мы два дня проходили тренинг, нам объясняли, чтобы народ, я задавал вопрос, вот в Казахстане народ, во-первых, боится выйти на митинги массовые, во-вторых, он не сомневается в митинге как в действенный метод по смене власти. Это исходя из того, что я комментарий читал. Так вот, нам сказал президент данной организации, что начните с малого. То есть, если ваш народ боится, то начните с того, с чего он не будет бояться, и за что он не будет нести ответственность. То есть, мы там говорили, что людей активистов садят на 15 суток, а там у них штраф. И он нам сказал, приводи какие-то бойкоты, какие-то акции, такие, чтобы народ за это не отвечал. То есть, не нес какую-то большую ответственность, чтобы у него дух хватил сделать этого. И мы до этого говорили, давайте вот сделаем бойкот, например, казахстанского певца Хайрата Нуртаса. Почему? Потому что он номер один певец партии Нур-Отан, всегда выступает. И он даже выступал с песнями у Булата Назарбаева в сауне. То есть, какое унижение, да? Вот, и очень многие люди идут на его концерт, покупают его билеты, зовут его Натой, а у него там цена минимум 3000 долларов. И мы говорили, давайте все будем бойкотировать Хайрату Нуртасу. Вот просто зайдем на его аккаунт в Инстаграме, в Фейсбуке и напишем, садхан, одно слово, вас за это никто не посадит, вам за это никто штраф не выдаст. Не покупайте его билеты, концерты, не нужно давать деньги тому, кто работает на власть. Потому что эта власть, она против народа, она не за народ. И не зовите его на концерты. Вот, когда у него будет такая вот финансовая проблема, тогда он заскурит, тогда он выйдет, будет вынужден выйти на сторону народа. Поэтому мы помимо всеобщих там массовых митингов, мы еще призываем к каким-то другим, не прямым, но косвенным акциям. Всего их около 200 тактик и стратегий, как можно сменить режим. И мы у себя в чатах обсуждаем, выложили кучу информации. Сейчас мы сотрудничаем с этой организацией, и мы будем максимально предоставлять полезную, качественную информацию и обучать людей, как можно грамотно сменить власть. Потому что любая власть, это как формула. Если формулы, все символы сложил правильно, то выйдет правильный ответ. Если сложил неправильно, то будет неправильный ответ. Поэтому, чтобы сменить режим, об этом есть уже конкретная наука, как это все сменяется в Сербии в 2003 году, в Филиппинах в 1986 году, в Чили, Августопе и Начата, там есть определенный механизм, тактика, как можно это сменить режим. Мы это все изучаем, и мы делимся у нас в чатах. Поэтому, пожалуйста, заходите к нам в чат. Итак, у меня следующий вопрос, Асхат, о Конституции образца 1993 года. Вы постоянно говорите, Конституция 1993 года, 1993 года. Вот какая разница между 1993 годом Конституцией и на сегодняшней Конституции? В чем ее отличие, польза и, может быть, какие-то слабые и сильные стороны? Пожалуйста. Ну вот, смотри, Ланни, получается образец 1993 года Конституции. У нас было это, в первую очередь, что? Парламентская республика, раз. Конституционный суд, это два. Все вот это вот в Губе, она давала тот результат, парламентская президентская республика, да? Сейчас у нас происходит, что? У нас сейчас Конституционный суд отсутствует. Вот у нас сейчас Конституционный совет, одному Богу известно, что он может нам насоветовать. Вот, соответственно, полномочий у этого органа нет. Потом, связь опять, да, что-то, по-моему? Не нормально. Все нормально. Вот, Конституция 1993 года образца, если вот конкретику брать, допустим, 32-я статья, которая сейчас вот в этой Конституции у нас существует, там было четко прописано, что каждый из нас имеет право выходить и митинги, пикеты, шествия, все вот это мы имели право там проводить без уведомления, ой, без разрешения на это, да? Сейчас они туда сделали дополнение в эту Конституцию. Получается, что мы должны, прежде чем выходить на митинги, пикеты, шествия, идти брать разрешение. Естественно, это разрешение никто нам не дает. Вот если простое, вот одну статью если брать. Потом есть статья у нас, 42-я, по-моему, да, вот что касается президента. Вот там есть этот, как его, сейчас я вам даже процитирую его. Вот. Одно и то же лицо не может быть избранным президентом республики Казахстан дважды, ой, трижды. Больше двух раз. И тут же идет Настоящее ограничение не распространяется на первого президента республики Казахстан. Вот если вот эти вот два предложения прочитать, и у тебя начинает просто крышу сдвигать, это как понять? Вот. И вот таких вот несурядиц просто огромное множество. 26 поправок и изменений в этой конституции. А самое основное, это то, что у нас образец 93-го года, это все-таки была парламентская республика. Вот. Парламент, люди выбирались из народа. Вот. А сейчас, сейчас этого нету. Сейчас этого нету. Вот мы хотим вернуть, вернуть именно ту конституцию, которая была с 93-го года. Отлично. Я думаю, люди, в принципе, все поняли. Я бы хотел добавить, что у нашего героя, Батыра 21-го века в Казахстане, у Асхата, Джексимбаева будет день рождения 16-го декабря. Поэтому всем тем, кто хочет его поздравить, вы знаете, куда прийти 16-го декабря. Идите на площадь, можете прийти с подарками, выходите с флагами Казахстана. Можете еще сделать баннеры, плакаты и можете поздравить нашего героя. Это очень важно. Мы народ Казахстана, мы единый народ, мы должны это понимать. Не важно, вы казах, русский, уйгур, у нас страна, она наша. Мы единый народ. И то, что Назарбаев пытается наш народ разделить на какие-то по национальному, по языковому, религиозному, это вся КМБшная агентура. Потому что разделенный народ это слабый народ. Слабый народ не может никогда свергнуть какой-либо режим. Поэтому мы говорим, что народ Казахстана это един. Мы хотим жить в мире и мы можем жить в мире. И мы можем жить в мире без Назарбаева и без этой преступной шайки. Поэтому народ учимся думать своей головой, не поддаемся на какие-то провокации религиозные, я не знаю, языковые, национальные. Мы единый народ. У нас есть четкая задача сменить воровскую власть. Установить власть народную, чтобы у нас права защищались и свободы человека. Поэтому друзья, 16 декабря прошу всех приходите с друзьями, с матерями, с соцами, все приходите. Это обязательный день для каждого казахстанца. В 86 году очень много нашей молодежи было убито Российской Коммунистической партии. Не будем забывать, это символический день для казахов и для всех казахстанцев. В 2011 году диктатор Назарбаев застрелил, дал приказ убивать, расстреливать наш народ, который просто вышел на митинги и требовал 5 месяцев, чтобы им увеличили заработные платы. А диктатор Назарбаев убил наш народ, он застрелил людей. По разным данным было убито около 100 человек в 2011 году. И самый молодой убитый человек застреленный Назарбаев это 19-летний парень. Поэтому, друзья, не забываем, если мы не занимаемся политикой, то политика будет заниматься нами. Свобода, она не бесплатна, за нее нужно бороться. И мы призываем борьбе, ненасильственной борьбе. Мы не говорим, что нужно громить, мы не говорим, что нужно убить милиционеров, кого-то убивать. Нет, мы говорим мирно, выходите на шествия, пикеты и митинги. Потому что, если сегодня мы не будем защищать свои права, то завтра у нас не будет этой Родины. То завтра мы будем продолжать также и быть рабами. Мы 300 лет по сути были рабами системы. И сегодня такой важный переломный момент. Или мы проснемся и наконец станем полноценными, свободными, гражданами в своей стране. Мы будем уезжать и будем гастарбайтерами за рубежом. Или же мы будем рабами и потеряем свою свободу и потеряем следующее поколение. Поэтому я призываю казахстанцев, молодежь, кто за рубежом и в Казахстане выходить на митинги 16 декабря. За себя, за свободу, за народ, за будущее, за настоящее выходим 16 декабря на митинге. Ну и конечно же нужно поздравить Асхата 16 декабря на митинге. Пожалуйста, выходите. Спасибо. Асхат, если у вас есть что добавить, пожалуйста, можете добавить. Ханат хочет задать вопрос, да? Да, конечно, пожалуйста. Спасибо вам большое. Ханат Жекупов, мой друг. Здравствуйте, Ханат. Аня, ассаламу алейкум. Меня видно? Ассаламу алейкум. Видно. Да, очень приятно с вами познакомиться с умным, интересным, образованным, да еще и с чувством юмора высоким. Мы видели ваше видео, очень остроумное. Мы, к сожалению, не можем похвастаться такими же остроумными видео, у нас здесь цензура. Вот, мои друзья, вот еще вот два нашего друга здесь пришли поддержать Асхата, потому что это большая честь, что казахская диаспора, несмотря на то, что преследует американскую мечту, но думает о Казахстане. Вот, я уверен, что вы свое будущее связываете с Казахстаном, иначе бы вы не интересовались Казахстаном. Я лично учился по программе Эдмунда Маски, стипендия, финансируемая Госдепартаментом США, вот, школа Кент-Свет Эдмунда Маскин. У меня такой вопрос к вам, Гани. К сожалению, сейчас очень большой отток молодежи, людей до 30 лет за границу, очень много людей уезжает за границу с семьями, устраиваются на работу, учеба. Это серьезные потери для Казахстана, так как у нас популяция очень низкая в стране. Очень много молодежи, очень много трудоспособного населения. Это человеческий капитал, потери человеческого капитала. У нас и так население маленькое для страны, которая занимает девятое место в мире. У меня такой вопрос, что бы вы сказали, как молодой прогрессивный казахстанец, который учится в лучшей школе Америки, Гарвардску, что бы вы сказали молодежи, которая собирается уехать покинуть нашу страну? Я бы сказал для молодежи, которая покидает нашу родину, нужно помнить ваши истоки, откуда вы произошли родом. Нужно знать историю Казахстана. Мы покидаем свою родину, к сожалению, не от лучшей жизни, а от того, что воровская система и власть нас по сути заставила это сделать. И нужно просто будет помнить историю свою, что наши предки боролись за эту землю. Например, казахи делали около 386 раз революции и восстаний, чтобы получить независимость от Российской империи и от коммунистической России. Сколько казахов померло в 20 веке? около 70% казахской национальности было убито в искусственно созданном голодоморе. Вся казахская интеллигенция была полностью перебита. Все наши батыры в 19-18 веке тоже были убиты Российской империей. Поэтому нужно знать и помнить, что наши предки проливали кровь за эту землю. Мы народ, каждый из нас асхат ага. вы все каждый из нас любой даже кто вынужден покинуть страну мы являемся хозяевами этой страны. Она нам принадлежит. И вот эта воровская власть которая нам промывает мозги что мы никто что мы быдло что мы рабы что об нас можно вытерять ноги это неправильно. И они должны отвечать перед законом. И если они не выполняют свою работу это власть то она должна покинуть свое место. Я всегда говорю что власть это своего рода рабочий. Вот ты набираешь рабочего сотрудника если работ вот ты например директор своей компании своего бизнеса если твой рабочий постоянно опаздывает плохо выполняет свою работу нагло ведет грубо ведет с клиентами то что ты с ним сделаешь конечно ты его уволишь и вместо него наберешь другого так же и мы говорим что мы народ мы хозяева мы директора у себя в компании и мы должны вот этого рабочего назарбаева наглеца подлеца и вора мы должны его убрать убрать в смысле закона то есть мы его должны по закону судить и так которые молодежь уезжает вынуждены уезжать за рубеж я прошу вас не забывайте свою родину я прошу вас не забывайте свой народ потому что если мы находясь за рубежом не будем поддерживать наш народ то у нашего народа не будет моральной поддержки со стороны то что мы делаем то что молодежь вышла 15 июня в Сеуле в Корее вы знаете что вы поддержали морально свой народ что народ понял что он не одинокий что его не бросили на борьбу с этой властью это очень важно каждый из нас за рубежом мы должны помогать своей родине мы должны оплачивать штрафы тем кто кто был незаконно посажен просто ради того что он вышел на законный митинг у которой есть права выходить мы должны им помогать финансов вот Бульзипа Джаукерова вы видели у него видео в каком состоянии она живет она в очень плохом состоянии живет вот наша организация к примеру мы взяли сами сложились 400 долларов отправили ей очень много людей должны за рубежом кто за рубежом я не знаю у вас есть жизнь более-менее лучше чем у казахстанцев в Казахстане давайте помогать не хотите выходить на митинг боитесь давайте помогать финансово помогайте закрывать их штрафы помогайте активистам у которых жизнь очень плохая у которых нету даже на хлеб давайте им помогать давайте что-то делать не хотите на митинг боитесь давайте тогда не не знаю не в открытом виде но в каком-то другом виде помогать это же важно это же наш народ это же наша страна если мы за нее не будем бороться, мы ее потеряем. Друзья, от ней честь, пожалуйста, это очень важно. И, знаете, то состояние, извините, что моя реплика такая долгая, то состояние, которое в Казахстане, нищая экономика, наша власть создала ее специально. Это все искусственно. Власть понимает, что у нее есть возможность сделать в Казахстане все очень хорошо. Страна богатая. Входишь в шестерку самых богатых стран мира по минеральным запасам в мире. Но власть специально делает искусственно, что у нас экономика убита, социальная жизнь убита. Для чего? Потому что протестные молодежь, умные люди, интеллектуалы, чтобы они уезжали за рубеж. То есть вот им не нравится мы, наша власть. Пусть они тогда уезжают. Мы просто откроем границы. И все. То есть не будет протестной молодежи, не будет проследственных людей. Нам легче управлять народом. Вот как-то свое время Фидель Касар точно так же сделал. Он свое время набил свой народ. И затем в какой-то период он открыл границы и дал возможность, по-моему, две недели всем тем, кто хочет, может уехать в Америку. И в этот течение двух недель, месяца сто тысяч населения Кубы просто взяло и выплыло в Америку. В Америке большая кубинская диаспора. С чем это было связано? То есть кубинец, вот Фидель Касар, он сделал по-умному. То есть вот эту всю протестную массу людей, чтобы на них не тратиться, чтобы их не садить, не убивать, там какой-то, не знаю, ажиотаж, чтобы не было, чтобы она не свергла его режим. Он просто открыл границу и он дал им уехать. И они уехали. И все в порядке. У него власть, до окончания его жизни, власть у него была в руках. Точно так же сейчас действует Назарбаев. Он все это делает искусственно, что у нас нищета, чтобы прогрессивные люди, молодежь, которая не состоялась, чтобы она уезжала за рубежом, и чтобы она внутри ему права не качала. Это нужно понимать. Поэтому думаем своей головой, уважаемые друзья. Пожалуйста, хотите какой-то еще вопрос задать? Большое спасибо за фондрайзинг, за то, что вы собираете деньги и помогаете особенно многодетным матерям. Эти деньги очень кстати. Большое вам спасибо. Вот хотел еще вопрос продолжить. Вы живете в передовой стране, где высокий уровень жизни, высокие справедливые суды, очень хорошая инфраструктура, развитая инфраструктура, и высокие стандарты жизни. Вы могли бы для молодежи показать корреляцию, корреляцию между высоким уровнем жизни и гражданской активностью. То есть я хочу донести до молодежи, до людей, что в Америке очень высокая гражданская активность. Это участие в выборах, это политическая активность граждан. И американцы просто так, вот высокие стандарты жизни, они не заработали, не засунули, они для этого приложили какие-то усилия. Именно в сфере гражданской активности. И есть здесь прямая связь между гражданской активностью и стандартами, высокими стандартами жизни. К сожалению, молодежь это не понимает, и уезжают большинство людей в такие передовые страны, как США, для того, чтобы прийти уже на готовое. Хотя можно было бы все это достичь здесь, в Казахстане. Для этого нужно проявить высокую гражданскую связь между гражданской активностью и стандартами жизни, высокими до нашей молодежи донести. Будучи находясь уже в штатах. Интересный вопрос, я постараюсь на него ответить. Стандарты жизни и гражданской активности. на мой взгляд, в первую очередь, гражданская активность повлияла на получение таких стандартов. Скорее всего, на мой взгляд. Хотя, если приводить другие страны, например, Саудовская Аравия и какие-то другие, например, Катар, по-моему, одна из самых богатых стран, на мой взгляд, у них население, в принципе, я, конечно, не изучал конкретно, но я не думаю, что у них население такое является прямо таким активным, так как у них, в принципе, жизнь хорошая. Я думаю, здесь можно разные примеры приводить. Если конкретно говорить об Америке, на мой взгляд, я вам приведу несколько примеров. Один из тех примеров, которым можно сказать, вот, в Нью-Йорке, если вы даже работаете, к примеру, неофициально, то есть вы, кастарбайтер, приехали по туристической визе, заработная плата здесь примерно будет где-то, примерно от 100 долларов в день, от 100 долларов. Я понимаю, что здесь уровень жизни гораздо высокий, гораздо все дороже, но я вам скажу честно, живя в США, даже если ты будешь, например, не на официальном уровне, без документов, ты даже тогда можешь работать, зарабатывать, и можешь еще отдыхать, и можешь откладывать. Вот эти четыре фактора у нас в Казахстане нельзя делать, то есть основная масса простого населения, не того, кто Назарбаев сказал, 500 тысяч заработная плата в среднем, нет. Обычный граждан республик Казахстан, сколько у него там в среднем, 30-50 тысяч тенге заработная плата, у него жилье стоит дороже, чем вся его зарплата, у него есть питание, у него есть дорога, какие-то другие расходы, то есть люди у нас в Казахстане, обычный казахстанец живет от зарплаты к зарплате, плюс еще берет у родственников в долг, или еще у каждого есть кредит, это покажет, что в Казахстане стандарт, уровень жизни, он ниже нуля, то есть мы работаем на минусы, обычные казахстанцы, а в Америке не так, ты даже если будешь гастрабайтер, ты будешь работать на плюс, у тебя будет возможность еще откладывать, собирать и отдыхать, вот то, что нет в Казахстане, то, что есть в Америке, это очень удивительно, это простой пример, я не хочу приводить высокие примеры, я думаю для людей простые примеры более понятны. Следующее по поводу гражданская активность, вот иногда люди не понимают, что такое гражданская активность, вот простым языком, это представь, что ты, например, я не знаю, вот, например, Марат, вот ты, сейчас у тебя обед, ты кушаешь, и ты кушаешь, там, не знаю, свой там, бешпармах, представь, что тебе кто-то в домов вошел, там, Назарбаев, да, и отбирает у тебя твой бешпармах, ты, ну, ты же, ты же, это же твой бешпармах, ты же его заработал, ты же его готовил, ты его сталканец, ты должен есть и восполнить свои силы, а тут приходит Назарбаев к тебе домой, ломает твою дверь и забирает твой бешпармах, но это же неправильно, это же несправедливо, вот это и, и, вот, это несправедливо, и ты в этой несправедливой ситуации, ты ему должен сказать, что это неправильно, осади там, постой, ты должен отобрать свой бешпармах с его рук, потому что он твой, это и есть гражданская активность, вот, то, что принадлежит тебе, и, то, за что ты должен бороться, потому что это принадлежит тебе, ты должен высказаться, вот это и есть, в принципе, гражданская активность, я вам приведу пример, Примерно два года назад в Нью-Йорке был такой случай, когда один человек, американец, черной расы, афроамериканец, по-моему, он был психически ненормальный. Насколько я потом позже читал в газете, он ходил с ножом и вроде бы кидался на людей, не могу точно сказать, но то, что он сходил ножом, просто он был психологически ненормальный человек, он был с ножом на площади. И американский полицейский его застрелил, то есть он его убил, по сути, я не знаю там сколько, 10 выстрелов, 5 выстрелов, но он его убил. И представьте, такое это было в тот день, и через два часа люди Нью-Йорка, они вышли тысячами на улицу, на центральный 5-й авеню, куча людей, американцев, вышло. Они все вышли, там написали на бумаге, на А4, там на плакаты, они требовали, чтобы полиция больше людей не стреляла. То есть они были против полиции, почему полицию убивать, почему полиция стрелять. Надо просто садить, я не знаю, какие-то приемы делать, но не убивать. То есть люди вышли против полиции, через два часа этого случая. Я когда это видел, я был в шоке, я сказал, вау, их народ такой активный, их народ такой справедливый. То есть не важно, что он был черный, афроамериканец, просто весь народ Нью-Йорка, и белый, и азиат, и черный, все просто в едином порыве вышли, там в фейсбуке написали, все, через два часа выходят, и все вышли. Это и есть гражданская активность. Один за всех, все за одного, да? Да, один за всех, все за одного, все за справедливость, все за права. Здесь такого нет, что там, ты полиция, ты можешь делать все, что хочешь, а мы, народ, будем это просто терпеть. Такого нет, здесь такое не пойдет. И полиция Нью-Йорка получила по шее хорошенько от народа. Это и есть гражданская активность. Какие ваши планы, как вы собираетесь, ну, в смысле, не личные вопросы, в будущем собираетесь вернуться в ЮРСА, в Казахстан? Да, наша организация, я извиняюсь, что перевиваю, наверное, немного на эмоциях, наша организация, мы планируем создать на базе этой организации будущем политическую партию, и в будущем мы сейчас все работаем, чтобы сменить режим. После того, как мы сменим режим, мы возвращаемся в Казахстан, и будем участвовать на выборах, парламентских выборах, я не знаю, там, выборах других каких-то, и мы будем идти на власть. Знаете, и Уинсен Черчилль как-то сказал, что отличие между политиком от государственного деятеля таковало. Она очень простая. Политик, он работает до следующих выборов, а государственный деятель, он работает для блага следующего поколения. Вот, я всегда говорю в нашей организации, что мы должны в первую очередь не думать о власти, ради власти, а мы идем на власть, чтобы мы сделали Казахстан процветающей страной, и мы должны вырастить следующее поколение, которое будет демократичным, которое будет активным, которое будет компетентным. То есть мы делаем ставку на следующее поколение как будущие государственные деятели. И наша организация, вот некоторые нас комментируют, делают негативный комментарий, что мы только просто выходим на митинги. Наша организация Free Kazakhstan, я вам привожу пример, что мы, например, в этом году, вот кто 1 мая выходил в Казахстане, 9 и 10 июня посадили около 4 тысяч митингу. Мы собрали, мы организовали сбор средств, и мы собрали около 8 тысяч долларов, и мы отправили людям, которые получили штрафы. Они, конечно, многие из них не знают, кто закрыл эти штрафы, но мы это организовали, то есть мы не освещаем, кому конкретно уходят деньги, чтобы потом с ними не случилось какие-то, не знаю, ну там, со стороны власти. Вот мы сказали, мы помогли небольшую сумму 400 долларов отправить. Вот организация Атажур, которая борется за права казахов в Китае, мы им собрали около 10 тысяч долларов. То есть мы обычные люди, мы гастарбайтеры здесь, у нас немного денег, каждый из нас работает на двух работах, кто-то учится еще. У нас маленькие силы, маленький бюджет, но мы стараемся что-то сделать, организовать. Вот что мы делаем помимо митингов, чтобы люди понимали. Большое спасибо. В основном там известны разные диаспоры, армянские диаспоры, украинские, русские диаспоры. Казахи особо не славились диаспорами, но я вижу по вашей активности, по вашим остроумным видео, по вашей сплоченности, по фондрайзингам, то есть по сбору средств казахская диаспора есть. Она не забывает корни с Казахстаном, она душой болеет за Казахстан, не только болеет, но и помогает, оповещает, просвещает. Все, что вы говорили здесь про демократию, про союзников, про конституцию, мы все разделяем с вашим мнением, вы все правильно говорите, мы рады, что вы делитесь с нами этой информацией. Вот, как Асхат сказал, что люди потихоньку просыпаются, все дело, наверное, в информации, в обучаемости, то есть люди как-то изучают, вот вы нам помогаете, доставляете необходимые знания про гражданские институты, демократию. Это очень важно. Хоть мы и образованные по-своему, но в плане гражданских институтов знания слабые. Вот, как вы на примере бешпармака объяснили, что нужно за каждый свой бешпармак, нужно бороться, вот, наверное, так, если буквально. Вот, вам большое спасибо. Наверное, последнее слово от Асхату, потому что он наш хозяин здесь, вот этого, инициатор, да. Вот Асхата отличает, в отличие, вот, по крайней мере, от меня, это огромное мужество, вот, грубо говоря, железные яйца. Человек, который просто обладает мужеством, то есть не обязательно обладать, там, какими-то знаниями, там, образованием и так далее. Вот сейчас, в наше время, нужно обладать мужеством, потому что страна на пороге бедствия. Это очень серьёзно. Враги внутри. И для того, чтобы победить, для того, чтобы, вот, собрать, консолидировать общество, нужно мужество. Асхат обладает этим мужеством, ему большое спасибо. Вам тоже большое спасибо, я прощаюсь, последнее слово Асхату. Спасибо большое. Так, Ани, я с вами. Так, по-моему, вы ещё не все вопросы задали, да, которые у вас были по списку, нет? По-моему, я все задал. Вроде бы я все задал. Ну, всё, отлично тогда. По-моему, я, да. Пожалуйста, если вы, не знаю, напутственное слово, какой-нибудь призыв, если хотите сделать, или что-нибудь, комментарий можете сделать. Да, я вот, что касается призыва, это навряд ли, а вот процитировать нашу первую страницу Конституции, и после чего сказать нашим людям пару напутственных слов, что касается нашего будущего, нашего настоящего. Вот, смотрите, мы народ Казахстана, объединённый общей исторической судьбой, созидая государственность на исконной казахской земле, сознавая себя миролюбивым гражданским обществом, приверженным идеалам свободы, справедливости, равенства и согласия, желая занять достойное место в мировом сообществе, осознавая свою высокую ответственность перед нынешним и будущим поколением. Исходя из всего суверенного права, мы, народ Казахстана, должны сделать следующие шаги, чтобы подтвердить вышесказанное, проявить свой гражданский долг, проявить свою гражданскую активность и присутствовать 16 декабря на наших акциях, на нашем митинге в честь наших граждан, которые погибли в 86-м и 11-м году и присутствовать на площади, принять участие на митинге. Для чего это нужно? Для того, чтобы власть нас услышала и почувствовала, что нас много, что мы объединились. И чем больше нас будет 16 декабря, я думаю, тем быстрее те люди, которые сидят и не хотят понимать суть нашего гражданского общества, чтобы они быстрее это все поняли и оценили ту угрозу, которая к ним подкрадывается. Поэтому я призываю наших граждан быть активными, приходить 16 декабря на площадь. Ну и на мой день рождения. Поздравить! Асхата с днем рождения! И вам спасибо за это. Вам спасибо за ваше ответ. Спасибо вам с наступающим день рождения. Я уже заканчиваю, немного тоже добавлю по традиции свою реплику. Во времена всеобщей лжи говорить правду – это экстремизм. Сейчас в Казахстане все, что говорится правильно, правда – это и есть экстремизм. Любые слова, любые действия, любые движения – это и есть экстремизм. Если это не нравится власти. Поэтому мы говорим всему народу Казахстана – будьте на стороне правды, будьте на стороне истины. 16 декабря выходим все на митинги. Казахстанцы, кто за рубежом, также выходим на митинги у консульсов Казахстана. Те, кто в Казахстане, выходим на определенные места. Я думаю, там уже все озвучено. Куда идти вы знаете и во сколько. Это обязательно. Боремся за свободу. Свобода не дается бесплатно. За нее нужно бороться. И мы будем бороться за нее. И победа будет на нашей стороне, если весь народ проснется, объединится и выйдет на митинги. Также мы говорим, что вся реальная оппозиция, она должна быть на одной стороне. Мы должны быть объединены. И заканчивай свою речь. Я буду заканчиваться на казахском языке. Казахстан алға. Казах жастар алға. Еркен Казахтар Free Казакс алға. ДБК алға. Русан алға. Еркен Халқ партиясы алға. Казах халқы алға. Рахмет сізге. Коши партиясы алға. Алға Казахстан. Сау болу. Сау болу, рахмет. Сау болу.